Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В кадре у нас нож Кизляр Суприм Урбан из стали Неолокс. И лично мне уже не терпится его затестить. Однако сегодня у нас на градуснике минус 38. И в общем-то если для меня в удовольствие выйти на мороз поработать ножом, то моя камера думает иначе. И в общем-то чтобы не навредить своей камере, пока мы ограничимся только обзором. Данный нож предоставлен магазином Кизляр Экстрим. Ссылка на магазин, а также на его группу находится под видео. И да, по промокоду АК91, который на ваших экранах, вы сможете получить скидку в размере 5% на весь ассортимент магазина Кизляр Экстрим. Для начала о самом интересном. Сталь Неолокс. Маркировка стали 1.4153.03. Легирована нержавеющая сталь от немецкой компании Ломан. Диапазон ее закалки составляет 58-63 единицы по роквилу. Имеет мелкозернистую и однородную структуру. Легированная необием сталь образует корбид необия, что придает стали высокие антикоррозионные свойства с сохранением пластичности, сопротивлению сколам, выкрашиванию, а также способствует длительному удержанию режущей кромки. Молибден предотвращает ломкость и хрупкость стали, придавая необходимую жесткость. Ванадий отвечает за упругость и усиливает свойства хрома, добавляя устойчивость к агрессивным средам. Аналогами данной стали является сталь 154СМ и в некоторой мере D2. Кроме Кизляр Суприм, данную сталь используют, например, компания Леон Стилл и ДПХ Джир. В отличие от предыдущей версии Урбана, на котором были вогнутые спуски, на данном ноже у нас спуски прямые, что я считаю плюс, так как добавляет ножу универсальности и прочности. Тип обработки клинка у нас такой достаточно грубый сатин с грубыми рисками, но однако сталь Неолокс обладает высокими антикоррозионными свойствами, поэтому каких-то проблем с этим, я думаю, не будет. Сведение достаточно тонкое 0,4, а ближе к острию 0,5. Линия обуха с небольшим понижением делает клинок данного ножа достаточно универсальным и можно как что-то колоть, так и резать. Мне хочется сравнить данный клинок с клинком на ноже Сити Хантер, который в свое время также был у меня на обзоре и на тестах. На клинке Сити Хантера у нас имеется долг, имеется фальш-лезвие и более низкие прямые спуски, что безусловно делает клинок данного ножа более красивым, а также усиливает колющий удар им. Однако клинок Урбана гораздо более практичный за счет более высоких прямых спусков и отсутствия лишних элементов. Форма рукояти на данном ноже в точности повторяет хорошо заэкономеновавшуюся форму рукояти на ноже Сити Хантер и на старом Урбане. Рукоять у нас разборная, собрана на двух винтах торкс. Также имеется небольшое темлячное отверстие. Тип монтажа наиболее прочный, а именно накладной или, если кому-то угодно, фулл-танк. Рукоять у нас ИЖ-10 и кроме того, что этот материал имеет хорошие прочности и противоударные свойства влагостоек, он еще и хорошо удерживает слоистое окрашивание, что хорошо продемонстрировано на данном ноже. Как по мне, выполнены очень красиво накладки рукояти, где с одной стороны чуть больше черного цвета, а с другой стороны белого. Также хочется отметить и то, что благодаря прямым спускам клинок стал тяжелее, и баланс самого ножа сместился ближе к клинку, что гораздо более удобно в практическом использовании. Ножны на данном ноже также проверены временем, изготовлены из Кайдекса и собраны на люверсах. Также имеется вот такая вот платформа и вот такая вот клипса, которую можно переставлять для ношения ножа под самыми различными углами. При необходимости можно вообще снять эту платформу с клипсой и с помощью паракорда крепить нож к кремню, либо к снаряжению. Существует куча способов. Давайте я покажу то, как нож держится в ножнах. Ну, держится он надежно. Не шумит, не выпадает. Тут у нас имеется также вентиляционное отверстие. Сейчас клипса стоит вот в таком положении. Вот таким вот образом. Рукоятью вниз я сейчас его ношу. У нас зимнее время года. Зимняя куртка у меня достаточно длинная. И такой способ сейчас наиболее приемлем. Сделаем выводы, друзья. Я хочу вам сказать, что из всех ножей от Кизляр Супаим, которые я когда бы то ни было держал в руках, данный нож произвел у меня наиболее сильное впечатление. Я могу заявить, что на данный момент конкретно лично для меня данный нож лучший нож от Кизляр Супаим. Естественно, это только мое мнение. Вы можете свое мнение высказать в комментариях. Будет очень интересно почитать. В этом ноже сочетается и правильная рабочая геометрия клинка, и удобная рукоять, и хорошие добротные материалы, качественные ножны, которые дают возможность удобного ношения. И несмотря на то, что это ножны из Кайдекса, нож в них не гремит. Я с нетерпением буду ждать хорошей погоды, когда повысится у нас температура за окном, чтобы снять тесты данного ножа. А пока я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего, спасибо за внимание и до свидания.